Здравствуйте! В эфире Лицкого телевидения последняя на этой неделе выпуск информационной программы события. В студии работает Павел Балейшес. Начинаем выпуск с анонса главных тем материалов наших корреспондентов. Жизнь и здоровье работников прежде всего. Заседание областной комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости прошло в лидер. 20 лет вместе Белорусский Республиканский Союз Молодежи отметил юбилей. Лучшее в республике. Команда Гродненской области завоевала золото на 42-м лично командном чемпионате Освод по спасательному многоборью. Эффективность мер, принимаемых в Гродненской области для предотвращения случаев производственного травматизма со смертельным исходом обсуждали в Лицком райисполкоме на заседании областной комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. С начала этого года на Гроднищине на производстве в результате несчастных случаев пострадали 118 человек, из которых 9 погибли. Более 40 получили тяжелые травмы. Заместитель председателя Гродненского облсполкома Виктор Пронюк на заседании подчеркнул, что не все проблемы в обеспечении безопасных условий труда в регионе полностью решены. Руководителям предприятий и организаций стоит усовершенствовать и довести до автоматизма работу структурных подразделений по выполнению норм охраны труда. Должен быть выработан четкий алгоритм действий в той или иной чрезвычайной ситуации. Также было отмечено, что демократии в вопросе охраны труда быть не должно. Участники заседания акцентировали свое внимание на необходимости привлечения к административной ответственности работников, которые пренебрегают правилами техники безопасности. Любая трагедия на производстве – это трагедия не одного человека, а целой семьи, а то и больше. Поэтому, когда мы говорим, что на производстве не должно быть гибели, это не пустые слова. Сегодня на заседании областной комиссии по травматизму мы рассмотрели Лицкий и Вороновский район. На фоне общего снижения количества травмированных работников по сравнению с 2021 годом в Гродненской области, к сожалению, Лицкий район и Вороновский район являются негативными лидерами в этом рейтинге. Из девяти погибших на производстве в этом году в Гродненской области, четверо – это работники Лицких организаций и двое – Вороновского района. Поэтому, что здесь хочется отметить? Недостаточную работу руководителей структурных подразделений по выполнению норм охраны труда. Простое игнорирование элементарными нормами безопасности самих работников привело к этой трагедии. Сегодня мы рассмотрели на заседании комиссии деятельность Лицкой районной комиссии по предупреждению травматизма и несчастных случаев на производстве, а также руководителей наших предприятий, которые допустили гибель. На заседании при рассмотрении данных вопросов явно прослеживались недоработки должностных лиц, которые привлечены к дисциплинарной ответственности и возбуждены уголовные дела по факту гибели работников. Соответственно, будут приняты меры к руководителям. Обращаю внимание на то, что в каждой организации должна быть выработана система управления охраной труда. Без этой системы управления в случае травмирования работников будут повторяться. Только четкое следование инструкциям должностным, выполнение правил охраны труда, обеспечение безопасных условий труда должны способствовать тому, что несчастные случаи на производстве в Лицском районе и в любом другом будут исключены. Белорусский Республиканский Союз Молодежи отметил свое 20-летие. В Лиде праздничное мероприятие прошло в Большом зале кинотеатра «Юбилейный». Его участниками стали сегодняшние активисты, районные организации БРСМ и члены первичек БРСМ, руководители организаций предприятий региона, а также представители молодежной организации разных поколений и руководства района. Ровно 20 лет назад Белорусский Союз Молодежи и Белорусский Патриотический Союз Молодежи соединились в одно целое. С тех пор их членов объединяет ведущая молодежная организация страны – Белорусский Республиканский Союз Молодежи, ставший одной из главных опор государства. Его активисты принимают участие во всех мероприятиях, связанных с общественной жизнью нашей страны, осуществляют волонтерскую благотворительную деятельность. И труды эти не остаются незамеченными. От всей души хочу поздравить с 20-летием со дня образования Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Пожелать нам всем реализации намеченного в первую очередь в студотрядовском движении, в волонтерском движении, а также в реализации всех тех проектов, которые нас ждут впереди. Я думаю, молодость, креатив, новаторство нам поможет все это сделать успешно. И самое главное, все это будет направлено на развитие нашей родной Беларуси. Поздравить с праздником активистов Союза Молодежи Литчина и выразить им слова благодарности за труд вызвались представители районных организаций Белорусского Союза Женщин, Белорусского Общества Красного Креста, Белорусского Общественного Объединения Ветеранов и Белорусского Фонда Мира. Не осталось в стороне района организация «Белая Русь». Ее председатель Геннадий Владыка выступил перед представителями самой массовой организации нашей страны. Будущее Белоруссии напрямую зависит от инициативных, способных креативно мыслить, находить достойные ответы на вызов времени молодых людей. За годы своей деятельности Белорусский Республиканский Союз Молодежи стал серьезной школой личностного и гражданского патриотического воспитания и становления, основная задача которой – формирование у молодежи активной жизненной позиции и подготовка кадров для всей государственной системы. Молодые люди Литчины, всегда идите вперед, никогда не оставляйтесь на достигнутом, любите свою страну, смело боритесь за правду. Желаю вам и в дальнейшем новых и интересных молодежных проектов. Никогда, нигде не останавливайтесь на достигнутом, сохраняйте лучшие традиции молодежного движения, крепкого здоровья, надежных и преданных друзей, единомышленников, творческих успехов и побед на благо предстания нашей страны и Литчины. С праздников, дорогие друзья! В праздничную программу вошли выступления Литских музыкальных коллективов и награждения самых активных участников Литской районной организации БРСМ. Однако, ее день рождения стал не единственным поводом для собрания. Члены Союза молодежи поучаствовали в пленуме, в ходе которого были избраны первый и второй секретари районной организации БРСМ. Дарья Рахатко и Максим Киселевский уже не один год активные члены молодежного объединения. Они участвовали во многих его мероприятиях и акциях. Лично поддержал избрание Дарьи Рахатко на пост первого секретаря районной организации БРСМ, первый секретарь Гродненской областной организации БРСМ Андрей Есин. Дарья прошла согласование в исполнительном комитете и секретаря Центрального комитета также одобрил кандидатуру. Действительно, Дарья с самого раннего детства в рядах нашей организации. Часть в университете активно принимала участие во всех проектах и программах. Сейчас за недолгое время главным специалистом зарекомендовала себя с положительной стороны как ответственный, дисциплинированный, инициативный молодой человек. Таким и должен быть настоящий лидер, который действительно поведет за собой всю молодежь. В члены БРСМ я пришла в 2015 году, когда мне исполнилось 14 лет. В своей любимой пермайской школе я являлась активным деятелем БРСМ. Участвовала в различных акциях, которые были совместно как БРСМ, так и БРПО. В дальнейшем я поступила в университет, там тоже являлась активным членом БРСМ. С сегодняшнего дня я являюсь первым секретарем, чему я очень-очень рада. БРСМ для меня значит очень многое. БРСМ открывает для нас очень много дверей, как в творческой деятельности, так и волонтерской, так и студенческие отряды. Окончанием мероприятия стала церемония прощания с галстуком, на которой 14 членов Лидской районной пионерской организации были приняты в ряды Белорусского Республиканского союза молодежи. Новым его членам вручили членские билеты и значки символика ведущей молодежной организации Беларуси. Продолжаем выпуск 10 сентября в Лиде субботнюю прямую телефонную линию проведет заместитель председателя райисполкома Андрей Коврига. Обращение от жителей региона он будет принимать с 9 до 12 часов. Номер для звонков 52-42-43. В Лидском районе продолжает действовать запрет на посещение лесов. Это связано с охранением 4 класса пожарной опасности. Сотрудники пожарно-химической станции Лидского лесхоза просят воздержаться от посещения лесных массивов, пока на территории области не пройдут обильные осадки. В лесхозе введено круглосуточное дежурство. Также проводится круглосуточный мониторинг системами видеонаблюдения лесов на случай задымлений и возгораний. Для этого задействованы все камеры видеонаблюдения в лесничествах. Также работает система автоматического обнаружения лесной страж. Задействованы фотоловушки. Все силы и средства приведены в повышенную готовность к выезду на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Хочу напомнить гражданам, что за нарушение запрета на посещение лесов предусмотрена административная ответственность. Штраф до 12 базовых величин. При более серьезном нарушении штраф может доходить до 30 базовых величин. Если возникает пожар по вине кого-то, то может не наступить его уголовная ответственность. Хочется еще сказать гражданам, что данные ограничения вводятся не только для того, чтобы сберечь наши леса, а и для того, чтобы сохранить их жизни, то есть для их безопасности. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к ограничительным мерам и берегите себя. Не стоит забывать об осторожности при посещении лесов после снятия запрета, особенно при прохождении зарослей деревьев и кустарников. На территории Гослисфонда произошел несчастный случай. Человек при нахождении в лесу попал в колодец и погиб. Поэтому гражданам, находящимся в лесу, нужно сохранять предельную осторожность. При обнаружении где-то зарослей садовых деревьев быть осторожными, потому что в этих местах могут быть заброшенные дачные участки, заброшенные какие-то бывшие жилые постройки. Могут находиться подвалы, колодцы, шахты. При обнаружении данных объектов просьба сообщить в ближайшее лесничество или лесхоз. Лицкая спасательная станция вновь стала местом для состязаний. На этот раз здесь состоялся 42-й лично командный чемпионат освод по спасательному многоборью. Поучаствовать в нем и продемонстрировать свою подготовку собрались лучшие спасатели со всех областей республики и города Минска. Наша станция уже второй раз принимает республиканские соревнования. Мы рады видеть всех участников соревнований. Принимают участие каждая из областей. Это приехали лучшие из лучших. Все соперники сильные, достойные. Такие соревнования нужно проводить, потому как это общение, это обмен опытом, это соревновательный дух и показать, что все-таки наша область, либо какая-то другая область, они достойны занять призовые места. Такие соревнования выявляют сильнейших среди спасателей. Выявляет у кого лучшее мастерство подготовки, показания помощи терпим бедствия на воде. За долгие годы работы, работа спасателя стала цениться и достойно ребята ее несут. В трудные минуты оказывают помощь простудавшим. Увеличилось оснащение спасателей. Сравнить то снаряжение, которым работали спасатели в далекие 30-40 лет назад, это уже не сравнить со снаряжением, которое работают спасатели в все время. Это и акваланги, и костюмы, и моторы скоростные, лодочные, и лодки. Все это способствует, как можно снизить гибель людей на наших подъемах нашей республики. Спасатели соревновались в традиционных для лично командных состязаний о свод дисциплинах. Плавание 100 метров с преодолением препятствий, транспортировка манекена 50 метров, подача спасательного круга и спасание на лодке с грунта 150 метров. Сплоченность команд участники соревнований смогли продемонстрировать во время выхода катера по тревоге. По итогам чемпионата сборной Гродненской области в составе личан Евгения Клышейка и Владимира Седлецкого и спасателей из Гродно, Александра Кейко и Евгения Кимона стало победителем в командном зачете. Небольшой спортивный анонс. Футбольный клуб Лида проведет завтра матч 18-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Юность» команда будет принимать лидера первенства «Сморгонь». Игра начнется в 13 часов. Вход на трибуны свободный. Напомним, Лида сейчас занимает девятое место в турнирной таблице. Хоккейный клуб Лида проведет в предстоящее воскресенье 11-го сентября очередной матч экстра-лиги. На выезде команда встретится с «Динамо Молодечно». Игра начнется в 14 часов. Отметим, будущий соперник личан находится на последнем 12-м месте в таблице. Наши хоккеисты располагаются на восьмой строчке. На этом у меня все. Если вы что-то пропустили, смотрите наши материалы на сайте Лидского телевидения и в социальных сетях Лида Медиакомпании. А я прощаюсь с вами. Хороших выходных!